Приветствую вас. Я думаю, что соглашусь с коллегой с Кутришевым Игорем Леонидовичем в его оценке ситуации, которую вы описали. Вы говорите, вы пишете, мне кажется, я живу пустую, одинокую жизнь. Да, возможно, и скорее всего, так ситуация действительно и выглядит, что вы живете действительно одинокую жизнь. Но есть у этого некоторый момент, а именно то, что одинокая и пустая, как вы говорите, жизнь стала возможной потому, что вы к себе отношились, ну, видимо, как-то обесценивающе. То есть вы к себе отношились как-то так, что всегда зависели, вероятно, от людей, с которыми вы взаимодействовали. То есть сами на себя вы не рассчитывали. Своих собственных целей у вас возможно, что и не было, и возможно, что их и нет до сих пор. Ведь это всё очень важный такой момент, который, на мой взгляд, и определяет вашу жизнь. То есть я не думаю, что можно и нужно спорить с тем, что вы чувствуете себя одинокко. Я не думаю, что можно и нужно оспаривать то, что вам, ну, что вы чувствуете неудовлетворение. Я думаю, что по факту, по факту, по сути дела, речь идёт именно о том, что вы себя не чувствуете удовлетворённой, вот так вот, в глобальном таком смысле слова. Вот, и эта неудовлетворённость, она на вас, по сути, давит. И неудовлетворённость связана, опять же, с тем, что вы просто не привыкли полагаться на себя. Вы привыкли полагаться на людей вокруг вас. И, соответственно, вас в семье родили, потому что нужен был ребёнок. И вы, вероятно, своего ребёнка родили тоже, потому что он был вам нужен, а не потому что вы этого хотели. Допустим, хотя я здесь не берусь утверждать, безусловно, наверняка, вот. То есть, здесь, ну, такая вот история. Дальше. Мой муж не сказал сегодня, что живёт только ради ребёнка. Если бы не он, мы бы всё давно не общались. Ну, соответственно, муж ваш перестал ценить, грубо говоря. То есть, если вас муж не ценит, то, соответственно, у этого есть причины. Какие причины нужно выяснять? Ну, например, то, что муж не видит в вас женщину. Например, то, что муж не уважает вас. Например, то, что между вами и вашим мужем нет ничего общего. И так далее. То есть, здесь нужно проводить анализ отношений, чтобы понимать, что вас связывает, на чём вы устраивали отношения и, собственно говоря, в чём заключается конфликт. Потому что конфликт – это не лайки и не скандалы. Конфликт – это что-то более глубокое. Дальше. Один раз он увидел старые лайки на фото, где мой знакомый выложил свадебное фото со своей женой в одноклассниках. Я поставил лайк, это было давно, и он закатил скандал. Опять же, скандал не возникает, но в том месте. Если скандал возник, значит у этого были какие-то свои причины. Какие, нужно выяснять. То, что он вас унизил – это, ну, опять же, двоякая ситуация, двоякая позиция. С одной стороны, человек отразил то, как вы, возможно, к себе сами относитесь. Вот, с одной стороны. С другой стороны, человек спроецировал какие-то вещи на вас от себя. Но очень важно то, как вы восприняли его эти слова. Дальше. Ну, в целом понятно, что у вас заниженная самооценка, и в целом понятно, что вы, наверное, боитесь одиночества. Вот. Это, я полагаю, то, что мотивирует вас терпеть какое-то отношение не очень хорошее людей. Я удалил знакомого и друзей. Многие давно не общались, поэтому особо этого никто не заметил. Ну, лайк в ленте одноклассников остался. Он его опять увидел и закатил вчера скандал. А как он мог увидеть? Это было очень давно, то есть, непонятно. И получается, что скандал скандалом, но вы, получается, по результату скандала ни к чему не пришли. То есть, просто подскандалили и всё. В этом контексте я предлагаю вам изучить психологическую игру, которая так и называется, скандал. Сегодня я сказал мне вот это. Для меня это как ночь в сердце. В сердце. Ну, опять же, очень важно понять, что вы вкладываете в это выражение, как ночь в сердце. Вы понимаете это как предательство. Хорошо. Если это предательство, то это получилось спонтанно, неожиданно. Я так и думаю. Скорее всего, какие-то вещи заранее сигнализировали о том, что это может случиться и произойти. Я сняла обручальное кольцо и думаю, как быть дальше. Как быть дальше, чтобы что? Моя лучшая подруга делает мне ребёнку дешёвые подарки. Мы с ним не сработаем, я знаю уровень её заработка. А почему вы оценивали подарки с точки зрения их ценности, с точки зрения дешевизны и дороговизны? Разве подарки это не что-то, что делать со человеком от души? Какая разница, дешёвый подарок или дорогой? Главное, чтобы он делался от души. Как-то всё на отвале. Что именно всё на отвале конкретно? Вы пишите, что вы общаетесь с ней более 20 лет. Ну, вряд ли общение 20 лет может быть на отвале. Она не пришла на выписку с роддома, сказав, что вы работаете, у неё нет денег. А она должна была прийти? Она часто даёт неброчные советы. Но опять же она даёт советы. Вопрос в том, прислушиваются ли вы к этим советам или нет. Пытаются встретиться со мной, но у меня нет желания. И при этом вы говорите, что она всё на отвале. Это желание не встречаться именно у вас. Чувствуй себя разочарованный в ней. У вас к ней имеются некие ожидания. Ожидание это желание. Желание нужно выявить и взять на них ответственность. После чего наметить пути реализации. Мои родители родили меня, потому что семье нужен был ребёнок. У них обоих второй брак. Я никогда не чувствовал особой любви в семье. Были скандалы и даже браки. Что вы вкладываете в любовь? Любовь это принятие. Получается, что вас в семье не принимали. Такой, какая вы есть. Соответственно, я думаю, что вам нужна в этом помощь. Дальше. Так. При этом у нас у меня обычно без пьянок и так далее нет любви. А что вы понимаете под любовью? Я такой чёрствый сухарик получил, который очень хочет любви. Очень хочет любви, правильно? Потому что вы себя не любите. Но вам нужно сперва полюбить и принять себя. Это определённый процесс. А после уже вы сможете устраивать куда более гармоничные отношения с людьми, основанные в том числе и на любви. Отмечу, что муж мой тоже может поднять на меня руку. Почему? Потому что вы позволяете ему это. Почему вы позволяете ему это? Потому что, с одной стороны, вы себя недостаточно цените, а с другой стороны, у этого есть мотивация. Один раз, когда у меня ужасно болело головы, он ударил мне тряпкой по голове, мокрой тряпкой по голове. Опять же, опять же, дело не в том, что он сделал. Дело в том, почему он это сделал первое, второе, как вы это восприняли и какие у этого были последствия. Почему, если ваш муж может поднять на вас руку и ударить вас тряпкой, вы воспринимаете его слова, как ночь в сердце? Вопрос? Вопрос. Дальше. Я думал, умру, так мне было плохо. Наверное, давление. То есть, это физиологическая история. А были ли вы у врача? Мне хочется закончить всё, начать жизнь сначала. Не получится, потому что тот опыт, который вы приобрели, он будет с вами. Вы можете свою жизнь изменить, но сначала начать её не получится. Вот. Так что здесь вы в некоторой степени наивно воспринимаете ситуацию, наивно воспринимаете историю. Дальше. Я не знаю, можно ли простить мужа за эти слова. Я думаю, что не смогу. Вы не сможете, потому что вы, опять же, его не принимаете. Прощение это принятие. Пока вы не принимаете себя, вы не сможете принять мужа. Подруга точно держит меня только за или мозги. У нас общий бизнес, это не дружба. Тогда зачем мы с вами встречаться? Папа умер, с мамой мы друг друга мало понимаем. Но, опять же, самое что для понимания, оно и на принятие. Вы себя не принимаете, поэтому не можете понять. Она постоянно говорит мне, что раз уж у меня есть деньги, теперь я и должна. Ведь она всю жизнь на меня положила, деньги потратила и так далее. Опять же, как вы с вами к этому относитесь? Почему вы считаете, что вы должны, если у вас чувство вины и если есть, от него можно помочь избавиться? У меня психологический тупик. Опять же, есть такая игра психологическая, называется тупик. Посмотрите в интернете. Это просто для общего понимания вам. Я хочу избежать от всего, потому что вы везде видите угрозу. Вы не чувствуете себя в безопасности. Помогите разобраться, я не нужна никому, кроме своего ребенка, а себе. Себе. Себе на нем вы нужны. Вот с тем, чтобы вы стали нужны себе и нужно в первую очередь работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok